Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынка в компании TechMillus и я, Артур и Диатуре. С по ценам нефти сделали очередной скачок вниз, опустившись до минимального уровня почти за 17 лет. Впервые в истории рынок переживает одновременный шок спроса и предложения, что влечет безрадостные перспективы для ключевой цели политики центральных банков – это потребительской инфляции. Американский банк Goldman Sachs спешно обновил прогноз по сроку в рент до 20 долларов за баррель во втором квартале 2022 года, ссылаясь на второстепенные эффекты вспышки коронавируса, которые банк до этого не предусмотрел и которые сейчас начинают проявляться. Они создают сценарий, намного превосходящий негативное ожидание аналитиков банка. И при этом аналитики банка прогнозируют гигантский просто излишек нефти на рынке в 7 миллионов баррелей в день из-за синергетического эффекта вспышки коронавируса, который давит на спрос, и с другой стороны ценовая война между объектами России, которая собственно способствует поступлению бесконтрольного предложения нефти на рынок. Цена войны уже дала свои первые плоды для ее главных участников, для объекта России. Если широкий индекс 500 снизился с начала года на 15,3% плюс-минус, то субиндекс компании, которые заняты в разработке месторождений в добыче нефти, за тот же интервал времени этот субиндекс сократился, его капитализация снизилась почти в половину, она стала меньше. И естественно стоит вопрос, как долго дальше будет продолжаться падение цен, какие факторы, собственно, могут в такой тяжелой ситуации способствовать реабилансировке. Мы сейчас отвлекаемся от прогнозов по коронавирусу, которые очень сложно на самом деле построить, так как спектр неопределенности очень широк, поэтому мы сконцентрируемся на стороне предложения. Американский банк Goldman Sachs предлагает такое предложение, что в ситуации свободного рынка предложение будет сокращаться в соответствии с уходом цены ниже себестоимости барреля для каждого отдельного производителя, что в принципе обычно согласуется с такой простой незамысловатой теорией. До тех пор, пока излишек не окажется минимальным, и тогда сработают позитивные ожидания на рынке, и нет снова перейдет в рост. Что касается американских баррелей, достижение точки безубыточности, которая, собственно, будет провоцировать банкротство предприятий, что ожидает объект Россия. Достижение точки безубыточности ускоряет взрывной рост ставок фрактования танкеров, то есть стоимость транспортировки американской нефти до конечных производителей, и при этом этот фактор достаточно важен и носит большой вклад сейчас в этот процесс достижения точки безубыточности. Почему? Потому что, во-первых, спрос Саудовской Аравии на танки резко вырос, так как она активизировала переговоры со всеми потребителями, с кем, возможно, включая потребителя российской нефти, выступая с намерениями значительно нарастает производство, с первой целью является 12 миллионов баррелей, потом 13 миллионов баррелей в очень краткий срок. И кроме того, активизируясь также старые добрые нефтяные трейдеры, кэрри трейдеры на нефтяном рынке, суть деятельности, суть инициатив которых заключается в том, что они хотят извлечь выгоду с рынка Кантангу. Это рынок, где кривая счетчерстных цен имеет вот такую форму выпуклую. При этом цены на ближайшие поставки ниже, чем цены на более отдаленные поставки. И что им нужно сделать, это купить, получается, нефть на спот рынке, найти место, где их хранить. Они выбирают, естественно, хранение в танкерах, потому что это удобно, потому что их легко захрахтовать, легко, собственно, нефть залить и держать нефть. Затем они сразу продают фьючерсы, которые имеют более высокую цену и просто ждут до момента поставки, поставляют эту нефть. А прибыль, соответственно, они фиксируют сейчас, когда они купили спот по более низкой цене и тут же продали фьючерсы по более высокой цене. Так они фиксируют прибыль. И вот эта активность, она ведет к тому, что спрос на танкеры значительно вырос, продолжает расти. Ставки увеличились за короткое время вдвое. Для некоторых танкеров увеличились даже втрое. Это нормально. При такой ситуации, при такой благоприятной фьючерсной кривой, да, где разница в цене между ближайшими поставками, между отдаленными поставками, она за очень короткое время увеличилась с нескольких центов, если вы здесь смотрите, она практически пологая. До 11 долларов за баррель. Это, соответственно, представляет очень выгодную возможность для кэрри-трейдеров, которые они, собственно, стремятся не упустить. Из этого всего следует, что американские производители, вероятно, значительно должны будут сократить экспорт нефти, во-первых, из-за падающих цен, во-вторых, из-за растущей, быстро растущей стоимости производства, которое будет удерживаться на высоком уровне, как раз таки из-за благоприятной кривой фьючерсов. Экспорт нефти сейчас в США составляет примерно 4 миллиона баррель в день. И если полагать, что американские производители сланцевые найдут где-то деньги, перекредитуются, чтобы профинансировать свою операционную деятельность, выплатить зарплату, обеспечить бесперебойную работу оборудования для добычи, будет полномерно сокращать добычу и продавать ее через благоприятные фьючерсы. Он тоже может продавать нефть через фьючерсы. Для того, чтобы, собственно, исполнить, завершить поставку, ему нужно этот мерс будет охранить. И самое большое хранилище в США получается у нас Кушинг, по которому у нас постоянно выходят данные. И если мы берем за ориентировочный темп наполнения этого хранилища для американских сланцевых производителей в 2 миллиона баррелей в день, то этого хранилища до полного заполнения хватит примерно на 10 недель. То есть, получается, американским производителям нужно будет переориентировать экспорт на заполнение хранилищ. И все зависит, естественно, от темпа вот этой переориентировки, темпа переориентации, как быстро, как интенсивно будет заполняться хранилище. Но вот есть физическое такое ограничение, что американские производители не смогут вести долгую войну из-за того, что хранилище нефти имеет физические ограничения, и примерно за 10 недель, то есть за 2 тысячи месяца, оно уже полностью заполнится. Что касается других факторов спроса, американская нефть Крамб объявил о заполнении также стратегического хранилища нефти, которое, однако, может поместиться всего 77 миллионов баррелей, то есть сейчас вот заполнено нефть 635, заполнено хранилище, объем составляет 635 миллионов баррелей, его общее хранилище, общий объем, прям, составляет чуть выше 700 баррелей, то есть сейчас хранилище могут американские производители, правительство США может скупить нефть в объеме 77 миллионов баррелей, при условии заполнения темпа, темпа заполнения этого хранилища в 430 тысяч баррелей в день, спрос правительства такого вот искусственного, чтобы поддержать сфанцев производителей, хватит примерно на 6 месяцев. Это все равно недостаточно для того, чтобы весь переизбыток, который сейчас есть, который уже нельзя просто так направить на экспорт, чтобы куда-то его деть, а для этого нет сейчас возможности, нет внутреннего спроса, нет возможности у правительства такого значительного, таких значительных, что поддержать, то есть больше помощи ждать некуда, поэтому следим за тем, как наполняется хранилище, как сокращается предложение, из этого строим некоторые предположения, когда американские производители дают вот до такого физического ограничения, заполненного хранилища. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.